всем привет в одном из предыдущих роликов по процедуру контент генерейшн я показывал как сделать спаун объектов в виде деревьев да вот находящихся так скажем сплайне то есть в центре сплайна сегодня будем делать такую вещь как дорогу которая у нас будет удалять эти объекты по именно тоже по сплайну но находящим еще уже внутри в общем сейчас увидите и посмотрим как это сделать давайте во первых создадим blueprint класс данном случае actor назовем его допустим раунд бипи раунд зайдем внутрь добавим сюда сплайна чуть-чуть увеличим значение здесь особо не важно будет ванна чтобы просто его увидеть можно же чуть-чуть приподнять далее мы по сути это можно уже закрыть мы уже здесь все настроили а хотя нет но мы сейчас сделаем это заходим спойн выделяем давайте выделим scale visualization вид это у нас дает вот такую вот штуку то есть обводка до нашего сплайна визуализация то есть и выставим какое-то определенное значение пусть это будет 300 то есть радиус 300 у нас будет выставлен компайл сейф можно закрыть если мы перекинем его сюда мы сразу будем видеть вот такой вот спланник визуализации нашего нашей части мы можем настраивать сами получается точки давайте построим дорожку определенного расположения то есть мы будем пересекать по сути так я не то двигаю ну ладно мы по сути будем проходить по данному сплайну и он будет у нас удалять эти объекты которые находятся в нем ну пусть вот такая дорога будет давайте сделаем очистку запуск и есть такое ощущение что у него конечная . нет не должна быть я же не ставила ничего что это я а я понакопировал короче этих штук вот такая вот дорожка давайте чуть-чуть сдвинем его и теперь просто у меня такое ощущение что здесь как будто бы уже почистил хотя мы не настраивали давайте еще раз генерацию сделаем непонятно но вот из-за этих маленьких деревьев видимо из-за сдвига который мы настраивали прошлый раз так заходим сплайн писи джи вот так вот выставим сейчас будем настраивать нашу дорожку чтобы она как раз таки удаляло необходимое значение так get spline data мы по сути копируем да и spline sampler мы тоже копируем только будем сейчас изменять наш bp road надо прописать так ну допустим road копируем можем выступить road таком да либо наоборот выбрать класс и естественно выбрать наш класс допустим которые мы создали инхэриор естественно он не будет работать потому что у нас одна линия прямая так скажем до спойна естественно мы выбираем он спойн и далее мы по сути должны показать визуализацию вот они наши точки белые мы должны модифицировать чтобы вот эти точки у нас стали чуть чуть больше и покрывали ту область которую под ними находится для этого есть нода bounce модифер давайте выделим ее сейчас я дебагом дебаг включим на ней и здесь вот как раз таки есть скейл то есть размер точки мы будем увеличивать так 6 слишком мало это у нас будет мы ширину создали 300 вроде до до 300 и значит мы должны создать здесь 300 назначения если мы подлетим внизу это минимальная это вниз до по z по у у нас влево идет и 300 у нас здесь выдается косяк значит мы здесь ничего не ставим здесь единица и баунс макс значит мы по иксу ничего не трогаем также выставляем 300 чтобы он с правой стороны сделал такое же значение и 300 он выставляет вверх то есть это у нас влево вниз здесь у нас вправо вверх и вот такие вот точки они большие друг друга перекрывают практически большой размер чтобы они очищали под собой точки которые мы вот здесь вот так давайте немножечко сбавим значения потому что что-то небольшие то есть чтобы они вот эти большие боксы перекрывали вот эти маленькие точки и под ними их не было сейчас сделан с помощью ноды дифференс дифференс как раз таки у нас будет удалять так статик мышь мы отключаем пока временно чтобы увидеть как наши точки не будут работать баунс модифер мы тоже давайте отключим чтобы мы видели наш сплайн и точки под ним когда мы подключим его дифференс вот именно то что нам надо отключить давайте включим здесь дебаг здесь мы отключим здесь включим так и снова нам нужно скилл наших точек убавить так является немножко проблемой давайте подключим кстати кумыш у нас ничего не работает почему давайте посмотрим возможно класс не отрабатывает хотя навряд ли так он сплайн дебаг пока отключу ну давайте попробуем переключиться на тег будет ли какая-то разница сохраним давайте попробуем сгенерировать пока не очищает так может быть да может быть и вот еще из-за этого проблема да как раз таки из-за него то есть смотрите у нас есть сдвиг от краев которые мы если будем увеличивать он у нас слишком перекроется и естественно все деревья пропадут данном случае давайте его оставим на том значении какую на изначально был это мы естественно чтобы у нас деревья были чуть пореже настраивали а это отступы от краев но их тоже можно покрутить но уже это меньше количествах это на том что мы настраивали деревья а здесь здесь мы скопировали но она не работает вообще так что проблема не в этом давайте на всякий случай сбросим ну да все отлично и если мы наш road сделаем дубликатом и она не у нас не будет работать хотя по сути мы ее прописали а для того чтобы несколько таких элементов у нас работали нам нужно получается get spline data поставить галочку select multiply чтобы он отрабатывал на нескольких объектах если они будут присутствовать если мы его так вот повернем и здесь у нас тоже дорога появляется но кроме дороги мы можем сделать давайте чуть-чуть сдвинем и вот здесь вот такая вот большая плоскость у нас будет сейчас мы ее настроим также можно сделать не только пока свернем получается не только дорогу но и давайте создадим новый блупринт класс видаектор бипи ну пил назовем я не знаю как называется площадь там образно мы ее выставляем сюда и сейчас настроим здесь тоже самое сплайн только здесь сплайн у нас будет не прямая а какая-то область видео того что мы создавали ранее и сделаем то есть по сути это замкнутый круг из нашего сплайна здесь у нас он маловат давайте увеличим создадим на нем то же самое так какой нибудь пусть это будет пил и и настроим наш сплайн сплайн птичжи точнее мы просто копируем вот эту часть bounce модифер то есть и сэплер только лишь gets plain дата мы выставляем наш значение тега пил можем посмотреть видите да у нас формируется вот такая вот структура но причем по сплайну нам это не надо давайте выставим внутри сплайна так настроим немножко значения так значение здесь у нас не настраивается это у нас работает баланс модифер видите да во все стороны большое значение сейчас сбрасываем скейл его и как мы можем заметить вот такая вот область образуется наших точек принципе нам этого достаточно мы просто подключаем дифференс и вот это уже начинает отрабатывать можно обновлять включая выключая получается наш дебаг видите он не отработал я включил выключил дебаг ну естественно здесь проблема в чем когда мы создавали наши деревья мы сделали сдвиги по определенному размеру то есть и естественно вот эти сдвиги они вот как раз таки сюда западают но это принципе нормально то есть если я выставлю 200 он вот эту точку может сдвинуть вот сюда как раз таки если я выставлю 0 или допустим здесь 0 здесь 0 и здесь 0 но кстати точки как-то отрабатывает видим попадаются вне погашение вот этих точек так что можно отрегулировать небольшими размерами пусть это будет 555 и давайте чистим и создадим но нет все равно сдвиг имеется так просто интересно посмотреть но хотя до точки он он отставляет но почему-то их не хочет удалять но видимо здесь какие-то определенные снова нюансы которые я поднастроил где-то не так так здесь уменьшим прям вплотную нет ничего не дает значение изменения давайте здесь тоже это пятерочки также ничего не дает так да вот возможно еще здесь нюансы к д дэнсити фанкша здесь стоит минимум если мы выставим binary а здесь он будет больше и лучше отрабатывать и как раз таки вот эти сдвиги которые мы убрали давайте их заново в поставим потому что деревья будет слишком вровень стоять и и вот как раз таки в дифференс вот этот binary нам помог очень хорошо да ну то есть минимум это естественно он вставляет минимум точек видимо и здесь binary отыгрывает получше то есть если нам необходимо вот эта площадь мы ее как раз таки и берем давайте отключим дебаг и получается что если мы будем уменьшать наш нашу площадь которую мы не должны допустим закрашивать для этого надо обновить ну либо включить дебаг выключить и он уже обновляется автоматически это в данном случае когда мы идем делаем построение а на этом все до скорой встречи всем пока если что то было интересно пишите в комментариях а